Ребята, Элвин обещает, что... Поспорил с Ильясом, что до 1 июля я сниму 24 серии видеоблога. Теперь я буду вам показывать, рассказывать все, что творится у меня в жизни. Ну что, поехали? Мы сейчас находимся в аэропорту и вылетаем в Таиланд. Что это? У меня в деревне чище, чем у вас в городе. Ваше имя? Элвин? Элвин. Элвин Стронг. Она не знает даже, что это твоя песня. Ей просто нравится играть песню. На днях прилетает съемочная команда. Это наш посетитель шеф! Купаю оборудование для домашней студии. Я хочу еще купить себе недвижимость, где я бы уединялся и писал музыку. Можно поздравить нас с завершением нового клипа. 24 полная серия. Там, не важно сколько минут, а 8, 10, 15. То есть в среднем такое количество. Если он делает, я покупаю у него сольник со скидкой 30%. Если он этого не делает, он делает бесплатный сольник в одном из наших заведений. Да? Да. Да. Только отправь мне это видео. Да. Ладно. Давай, бедя. Чтобы завод распомнит. Ну вот, Новый год. С новыми силами, с новыми идеями, с новым видеоблогом мы начнем этот день. Теперь я буду вам показывать, рассказывать все, что творится у меня в жизни. Не связано с концертами. Это будет... Ну, концерты, конечно, тоже будут. Я вам постараюсь показать все. Все, что вы никогда не видели. Что творится дома. Как я работаю на студии. Как я провожу переговоры насчет работы. Ну, в общем, все-все-все, я буду снимать и показывать. И у меня есть просьба. Просьба народу. Друзья, давайте вместе придумаем, как будет называться видеоблог. Я сегодня вылетаю в Таиланд. Наконец-то я буду отдыхать по-другому. Не так, как всегда. Я улетаю ровно на месяц. В феврале у меня начинаются концерты, дур. Ну, и дальше, дальше больше. В общем, поехали. Мой первый видеоблог. 2018 год. Сегодня 2 января. Гоу! Ну, вот настало время вылета. Мы сейчас находимся в аэропорту. Вылетаем в Таиланд. Первый день отдыха. Друзья, у вас, наверное, созревает вопрос, а почему именно Таиланд? Кроме отдыха, я хочу еще купить себе недвижимость. Куда я бы приезжал и просто отдыхал. Отдыхал от всего, от всех. Где я бы уединялся и писал музыку. Сегодня мы будем рассматривать все варианты, которые нам предлагают. Вот такой вариант квартиры в Паттайе. Нам предлагают. Ну, это мощно, конечно. Соседи, держитесь. Москва будет играть громко. Я вам скажу, что нам очень понравилось. Понравилось. Ну, мы пошли сейчас смотреть следующую квартиру. Возможно, скорее всего, вернемся, потому что им нравится. Океаностропа, Паттайя, Паттайя. Вот такой вот вариант. Духпунктный. Полноценная квартира. Почему я здесь? Почему именно на этой улице практически каждый день? Потому что каждый день встречи. Одни вопросы. Каждый день встречи с друзьями именно здесь. О! Оля! 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 Это экскурсии для тех, кто никогда не был в Паттайе. Оля! В общем, друзья, мне надоело ездить на такси, но по ктуке я решил просто снять тачку, все тачки забиты, потому что сейчас сезон отдыха, все отдыхают, все тачки забронировали, все забрали, я еле-еле откопал, я нашел через различные пути машину, и вот на 15 дней арендую, буду кататься, кататься, смотреть город по своим делам, в общем, я думаю лучше самому, чем на такси, ну и конечно же я поизучал движение, как они двигаются, тут конечно полный беспредел, особенно вот эти, вот эти беспредели по полной, нужно опасаться их, а так движение левостороннее, я думаю, за день я привыкну, знаки все те же, светофоры все те же, посмотрел я машину, Mitsubishi, Титан называется, я конечно очень хотел, чтобы машина была тонированная, но, ну ладно, будем ездить как в аквариуме. Если у вас есть какие-то пожелания по съемкам, по видеоблогу, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду читать и прислушиваться, и буду стараться улучшать свой контент, ну, поехали. Что это? У меня в деревне чище, чем у вас в городе, я не знаю, что у них с культурой, что у них за культура, но это ужас. Да, еще хотел бы сориентировать вас по ценам на аренду тачек, это 1500 бат в день, ну, в зависимости от тачки, конечно же. Я решил взять большую тачку, потому что на днях прилетают друзья, прилетает съемочная команда, и как-то нам нужно все вместе держаться и искать локации, снимать, поэтому я решил взять большую машину в аренду. по нашим деньгам это 3000 рублей в день. Плюс я оставил залог, 7000. В итоге на 15 дней у меня получилось почти 50 тысяч рублей нашими деньгами. Ну, это чтобы вы знали, вдруг вы соберетесь в Таиланд и хотите арендовать тачку. Ну, я думаю, легковая машина наподобие вот этого будет стоить, ну, 1000 бат, это значит 2000. Может быть, там можно найти за 700. Ну что, друзья, вот мы определились с квартирой. Я вам хочу показать, сколько это стоит. Скажите мне, кто не любит бабулу? Есть такие люди? Ну что, мы переезжаем в Тай, берем, а дальше я вам все уже рассказал. Вот с такой целью я приехал в Таиланд отдыхать и творить дома, у себя. Друзья, очень давно хотел, очень давно шел к этому. Кто знает, у меня уже на ноге есть тату. Это я сделал где-то 5 лет назад. И сейчас я решился сделать на работу. Это очень даже обдуманный ход. Думал я не год, не два, а больше. И знаю, что я делаю. Конечно же, я уверен, что многие скажут, зачем? Это же на всю жизнь. Да, я знаю. Это наша жизнь. Я знаю, что я делаю. Так что, друзья, я надеюсь, через пару дней я вам покажу. Этого мастера мы уже знаем давно. Потому что он делал всем моим друзьям. То есть проверенный человек. Я знал, к кому иду, куда иду. Вот такой вот Новый год. Ну что, друзья, я еще раз повторюсь. Многие, наверное, думают, а почему я всегда приезжаю в Таиланд? Почему именно Таиланд? Я тут уже в третий раз. Ну, нравится мне тут, понимаете? Отдыхать, море, пляж. Я тут могу остаться наедине с самим собой. Подумать, помечтать. И теперь я буду творить, творить в Таиланде. В следующем приезду, я надеюсь, сделаю себе мини-студию в Таиланде. Мини-студию и буду творить. А сейчас мы занимаемся покупкой жилья вот в этом доме. Я, как обещал, теперь я буду показывать все, что творится у меня в жизни. Такое вот начало 2018 года для меня очень даже радостно. Сегодня третье число января. Есть место, где остановиться. Так что, друзья, теперь знайте, я буду теперь еще в Таиланде. Семь лет я прожил в Москве. Родился я в Уфе. Сейчас я живу в Казани. А кто знает, с этого года, возможно, я буду жить в Таиланде. Я в Таиланд приехал на месяц. Мы будем здесь снимать клип. Процесс съемок я обязательно вам покажу. Так как я вчера прилетел ночью и еще не успел ничего купить, я вообще с собой взял только портфель. Там лежал ноутбук, там лежала камера и все. Сегодня я пойду еще покупать себе что-нибудь светлое. Наконец-то я выбрался. Пираты. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok в Таиланд прилетел в Бангкок и я сейчас поеду довезу всех в дом в Паттайске я тут как местный местный Малай бай бай си короче я купил сим карту и не знаю как выполнять и мой любезный друг решил мне помочь в этом знаете он на кого похож? на Джеки Чана я наверно в детстве все фильмы пересмотрел Джеки Чана ну и наверно могу пересказать вот он такой просто хороший чувак добрый милый на 8 дней дали интернет а дальше все просто отрубили все и связь и интернет я попросил помощь я говорю помоги и Джеки Чан помог ваше имя Элвин 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 сильный Элвин сильный в общем мы общаемся по переводчику да здравствуйте здравствуйте в общем друзья я говорю мы общаемся через переводчик да и вот так мы друг другу понимаем то есть первый день мы провели вот на этом кресле 9 часов вчера 12 часов ну и сегодня я думаю так же проведем целый день где-то 9 часов будем рисовать ноты ну и еще там все куда-то вот так у меня проходят выходные дни то есть это запланировано было уже давно нравится как он все это сделал как он все это делает как он относится к своей работе очень крепит но очень так знаете очень так тонко 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 то есть все все элементы прорабатывают прорисовывают я очень рад это он наносит клей кстати многие меня отговаривают даже сейчас но обращаюсь с тем людям кто меня отговаривает друзья поздняк потому что я к этому шел давно после тату следующий мой план это похудеть на 10 кг сейчас я вешу 80 до 1 июля я сбрасываю 10 кг я буду весить это правильное питание это по возможности заниматься хоть каким-нибудь видом спорта это может быть плавание это самый любимый вид спорта ну и по возможности наверное ходить на тренажерку ну вот и завершился третий день сегодня мы посидели 6 часов рука просто не чувствует вот к этому я шел очень долго я знал что я буду делать поэтому друзья сразу хочу сказать что ни в коем случае сразу не бегите делать тату это на всю жизнь вы должны понимать я уже знаю что это такое и я знаю что я хочу поэтому сразу хочу сказать пожалуйста не торопитесь делать тату делайте что друзья сегодня четвертый день я еду набивать тату можно сказать уже добивать вот видите остались незаполненные места сегодня я думаю мы все завершим и сегодня я буду сидеть на кресле где-то минимум 9 часов это жесть вот ну и все потом буду отходить ну как отходить будет кожа облазать будет рука приходит в себя вот когда 9 часов сидишь вроде бы первый час такой нормально я терплю а потом второй второй час такой да тоже вроде неплохо а потом на третий час и четвертый час ты просто начинаешь уже нервничать изнутри ты уже просто не можешь сидеть на месте просишь его давай пять минут отдохнем потом делаешь потом опять говоришь давай отдохнем ну короче уже нервы сдают уже на шестой час на седьмой час уже вообще умоляю чтобы он быстрее доделал ждешь ну вот так это друзья набивает стату ну ничего три дня терпели четвертый вытерпел сегодня вообще крутая погода прямо жара невыносимая я даже представляю здесь стая вообще без кондера жить невозможно тут прикиньте в машине в машине вот машина да обычно же у нас есть там переключить там на холод и на горячий воздух а тут просто холод тут нету горячего воздуха ну я не знаю когда он нужен вообще ну я просто говорю так как мы вообще привыкли я уже на крисе сижу около больше четырех часов возможно пять даже ну когда вот после пятого часа у тебя просто невыносимая уже боль начинается все уже нервозы не знаю там все нервишки играют и сейчас я просто долго сказать ему давай отдохнем минут 15 потому что потому что вообще не знаю не знаю не знаю но вот и завершился четвертый день я это выдержал это было очень не легко ну в конце конечно привык но вообще было конечно жестко жестко ну и так сказать друзья что так хотел сделать хотел сделать Оооо ес буду встречать друзей сегодня прилетел один на каленте и пацаны из демиде еще раз здорово Встретись на Таиланде Привет! Так это я в Уфе! Ааа, привет! Как было? Нормально! Как вы стояли? Куда меня привел? Уведи меня сегодня! Я не хочу с ними, да? Короче, сейчас по плану едем смотреть локации. Вот такая вот встреча Паттайе с пацанами Всем привет! Йоу! Мой первый блог будет сниматься на телефон! Серьезно? Он уже снимается! От души, ребята! Смотрите его блог, не пожалейте! Хоть и на телефон там! Зато от души, ну реально! Человек старается, давайте поддержим его! Когда годный контент появился наконец-то! Ну вот, друзья! Сегодня первый съемочный день! Мы приехали на остров! И плыли! Моя, наверное, самая ответственная работа перед каждым концертом – прическа! Четвертый съемочный день! Воды много, мы немножко тонем, а в остальном все хорошо! Паттай, отлично! Главное – флешку заберите! Реза, как воду с носки спустить? Маме-маме, привет передайте! И фотоаппарат! Эти этаж почти держат! Кидай! Держи аппаратуру! Все, счастливо оставаться! Все оставаться в своих местах! Это сомалийский пират! Теперь можно поздравить нас с завершением нового клипа! На какую песню снимали клип – это пока останется в секрете! Так что, друзья, ждите! Скоро, скоро, скоро! Ну что, друзья, тачку я сдал! Тачку очень выручила! Как вы видели, мы побывали во многих местах, если бы не было тачки, если бы мы ездили на такси, такого по-любому не было бы! Так что, когда приезжаешь в другую страну, чтобы увидеть все везде и быстро, тогда я за то, чтобы арендовать тачку! Ну что, у меня один день! Один день отдыха! Сегодня я, видимо, буду отрываться! Завтра днем я вылетаю в Таиланд... Ай! Из Таиланда в Дубай! Потом в сутки в Дубай, а потом я вылетаю в Уфу! Отработаю концерты! Потом в Москву! Там прямой эфир! И после Москвы я в Казань! Там два дня и все на гастроли! Вот такой у меня маршрут! Маршрут, видимо, я устала! Вот я и вылетаю домой! Домой! Домой в Россию! Подъехал такси! Здесь, честно, так не хочется уезжать! Я только еле проснулся! Ай! Его зовут Таня! Где ты идешь? Привет! Суанафум! Так! Суанафум! Аэропорт! Суанафум аэропорт! Да! Окей! Все, друзья! Все отлично! Сегодня я в Ультвы в Дубай! Я проведу целый день Встреча с очень важным человеком! И встреча с друзьями! Тоже очень важная встреча с друзьями! Потому что я с ним давно не виделся! А сейчас я буду спать! Потому что я спал очень мало! Три часа! Вот я и доехал! До местного аэропорта! Поспал! Вроде выспался! Но у меня есть еще 6 часов, чтобы выспаться! Так что... Спим дальше! Давайте! И еще, друзья! Хочу по секрету сказать! Мама впервые в Таиланде! Мама, можно сказать, впервые выехала на море! Здесь на яхте! Мама счастлива! Я так рад! Вот все бывает, знаете, как в детстве мы радовались! Когда наши родители что-то делали такое! Ну, даже элементарно! Какое-нибудь что-нибудь купят! Что-нибудь приготовят! Да вообще любые вещи! Мы радовались! А сейчас приятно, когда ты смотришь, и твоя мама, ну, твои родители радуются! Они прямо себя ведут как дети! Я счастлив! Я счастлив! Я счастлив, что... Что именно сейчас вот именно вот так все происходит! Радуйте своих родителей! Радуйте! Делайте их счастливыми! Они этого заслуживают! Любите своих родных! Любите своих близких! Любовь! Любовь это все! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...